Всем привет! Вы часто пишите в комментариях, чтобы я выпустил что-то новенькое на тему разработки сайтов на Django. Я думаю пришло время это сделать и в ходе этого видео мы с вами пробежимся по фреймворку Django и создадим небольшой веб-сайт, написанный лишь на основе этого фреймворка. Прежде чем углубиться в разработку, давайте немного поговорим о Django и о том, почему же он все-таки столь популярен. Вообще, на основе языка Python можно создать сайт и без использования каких-либо специальных фреймворков. В то же время это будет долго и неразумно. Люди выбирают различные фреймворки, дабы сократить время на разработку и по итогу получить более качественный сайт, нежели написанный самостоятельно. Django является одним из лидеров в сфере написания сайтов на языке Python. Он заслужил популярность, так как предоставляет большой набор функционала для реализации веб-сайта. В Django проекты строятся с использованием схемы MVC, где каждый файл выполняет свою определенную роль в проекте. Также, за счет так званых приложений, вы можете поместить большую категорию сайтов в отдельное приложение или же папку, и позже такую категорию вы можете переместить в другой проект, и она тут же будет работать. Django это хороший веб-праймворк, на основе которого можно строить как небольшие одностраничные веб-сайты, так и крупные веб-порталы. Теперь же давайте перейдем от слов к делу и приступим к реализации проекта. Сперва убедитесь в том, что Python у вас установлен на компьютере, а также скачайте программу PyCharm для комфортной разработки веб-сайта. Внутри PyCharm создайте новый проект. Далее, чтобы приступить к работе с Django, ее нужно сперва установить. Установка Django, как и многих других библиотек, происходит за счет пакетного менеджера PIP. Вам необходимо в терминале прописать команду PIP install Django. После этого Django будет установлен внутри проекта. Далее нужно создать новый проект на основе Django. Для этого в этом же терминале обращаемся к Django Admin, далее к команде start project и даем название для нашего проекта. К примеру, это пускай будет Task Manager. После выполнения этой команды у нас в проекте создалась новая папка, которая называется Task Manager. Внутри этой папки у нас есть файл manage.py, а также еще одна папка. Давайте для начала по поводу manage.py поговорим. Благодаря этому файлу мы можем выполнять различные действия внутри нашего проекта. К примеру, за счет этого файла мы сможем запустить локальный сервер внутри нашего проекта. Также за счет этого файла мы сможем произвести какие-либо миграции, также сможем создать различные файлы, ну и делать еще множество других операций. Мы конкретно внутри этого файла ничего дописывать не будем, но при помощи терминала мы будем каждый раз обращаться к этому файлу и просто будем вызывать определенную команду, например, запустить локальный сервер, провести миграции, создать файл и так далее. Поэтому этот файл он очень важен, с ним конкретно в плане кода мы работать никак не будем, но это по сути как основной такой файл внутри приложения. Также здесь была создана еще одна папочка, она называется точно так же как и предыдущая папка, переименовывать эти папки ни в коем случае не нужно, то есть они называются точно так же как название вашего проекта. И внутри этой папки есть еще дополнительные файлы, которые представляют из себя различные настройки. Из интересных файлов здесь есть файл urls.py. Внутри этого файла здесь, во-первых, есть огромный комментарий, который можно удалить. Я его, например, удалю просто, чтобы этот комментарий нам никак не мешал. Ну и внутри этого файла мы с вами будем отслеживать различные url-адреса. То есть, например, если пользователь перейдет на главную страничку, мы будем показывать ему какой-либо один определенный шаблон. Если перейдет на страничку контакта, это другой шаблон, ну и так дальше. И вот эти вот все отслеживания url-адресов мы сможем прописать вот здесь. Сейчас здесь прописано то, что мы отслеживаем переход пользователя на такую страничку как admin. Как только пользователь перейдет на страничку, ну то есть в url пропишет адрес admin, то как только он перейдет на такую страничку, у нас подключится приложение admin.site.urls. Ну и по сути это приложение admin, это полноценная панель администратора. Мы с ней тоже познакомимся в ходе этого урока. Сейчас здесь просто прописано то, что мы отслеживаем переход на вот эту вот страничку администратора. Ну опять же, с этим файлом чуть позже еще поработаем. Также из интересных файлов это filesettings.py. Внутри этого файла прописаны все глобальные настройки нашего проекта. Например, из интересного здесь находится секретный ключ. Этот секретный ключ, его не нужно никому показывать, потому что если у кого-то будет доступ к вашему секретному ключу, то в таком случае он сможет взломать ваш проект. Поэтому, если вы кому-то и показали ваш секретный ключ, то перед тем, как выгрузить сайт на удаленный сервер, вы лучше либо замените этот секретный ключ на любую последовательность символов, либо просто можете дописать здесь какие-то дополнительные ваши символы, ну и это опять будет определенный секретный ключ. Здесь также есть настройка debug. При помощи этой настройки мы можем сказать, что ошибки на сайте либо будут показываться, либо они не будут показываться. Например, сейчас установлено значение true, и это означает то, что все ошибки, они будут отображаться на сайте. Нам это действительно сейчас нужно, потому что мы только разрабатываем веб-сайт, и если будут возникать какие-то ошибки, то было бы удобно, чтобы эти ошибки не писались на самой страничке в веб-сайте. Когда вы выгрузите ваш сайт на удаленный сервер, то для пользователей не нужно, чтобы вводились какие-либо ошибки, то есть не нужно, чтобы полная информация про ошибку выводилась на страничке самого веб-сайта. Поэтому, когда вы будете выгружать ваш сайт на удаленный сервер, то здесь лучше установить значение false. Но пока мы находимся в режиме разработки, то я оставлю значение как true. Также здесь есть огромное множество других настроек. Сейчас все эти настройки мы с вами затрагивать не будем, о некоторых мы поговорим на протяжении самого урока. Но на данный момент то хочу все-таки некоторые настройки затронуть. Например, я хочу затронуть такую настройку как databases. Многие спрашивают, можно ли работать на Django, не используя SQLite, а используя там, например, MySQL или какие-либо другие системы управления базами данных. Да, это действительно можно делать. То есть здесь по умолчанию указано то, что мы работаем с базой данных SQLite. Но если хотите, то, конечно же, здесь можно указать то, что вы будете работать с MySQL, Postgres SQL, Vongodb даже можно работать, ну и так дальше. То есть вы можете указать любую базу данных и можете с ней работать. Я это менять сейчас не буду, буду работать именно с SQLite, так как, в принципе, это достаточно удобно, и я ее и оставлю. И еще кое-что хочу здесь показать. Смотрите, здесь внизу указывается language code. По сути, сейчас у нас установлен английский, то есть на всем сайте у нас сейчас будет использоваться именно английский язык. Мы все-таки хотим, чтобы у нас повсюду использовался русский язык, поэтому здесь я давайте просто пропишу ru, и таким образом весь наш сайт, он как бы в автоматическом режиме будет переведен на русский язык. То есть различные ошибки, которые там будут показываться, они все уже будут на русском языке. Это довольно удобно. Ну и теперь, прежде чем мы что-то будем сами создавать, мы давайте сначала запустим локальный сервер и просто посмотрим, а что же у нас сейчас есть. Чтобы запустить локальный сервер, мы заходим в терминал. Я давайте пропишу команду clear, чтобы просто очистить терминал. Ну и теперь запустим локальный сервер. Для этого нам нужно обратиться к питону, поэтому вы либо прописываете либо питон, либо если вы на маке или на линукс работаете, то прописываете питон 3. Дальше вы обращаетесь к файлу manage.py. Как видите, уже с самого старта мы работаем с этим файлом. То есть это действительно важный файл. Мы к нему обращаемся и выполняем какие-то команды на его основе. Так вот, я обращаюсь к этому файлу. И дальше я просто обращаюсь к такой команде, которая называется как runServer. Эта команда, она позволяет нам запустить сервер. Вот только у меня сейчас ничего не произошло. По той причине, что я как бы сейчас нахожусь внутри папочки app, то есть внутри вот этой папочки. Мне же необходимо внутри терминала зайти как бы в папку taskmanager, и тогда вот в этой папке уже будет файл manage.py, потому что просто в папке app, где я сейчас нахожусь, нету такого файла как manage.py, поэтому когда я попытался к нему обратиться, у меня ничего не вышло. Поэтому, чтобы перейти в нужную папку, мне нужно прописать cd, то есть мы переходим в определенную директорию, и в качестве директории я прописываю свою вот эту вот папочку taskmanager. Если она у вас тут, эта папка по-другому называется, то, соответственно, здесь тоже пропишите другое название. Итак, я перешел в нужную папку, и теперь, чтобы вызвать просто предыдущую команду, я могу нажать на стрелочку вверх, причем два раза. У меня вызывается предыдущая моя команда, я нажимаю enter, и вот у меня, получается, запустился локальный сервер. Также мы можем заметить, что у нас здесь как будто есть ошибка. По сути, эта ошибка, она связана с тем, что мы не провели миграции, мы их с вами проведем в ходе этого урока, но проведем чуть позже, когда уже будем создавать свои собственные модели, то есть когда будем работать с базами данных, мы тогда проведем с вами миграции. Пока давайте на эту ошибку никакого внимания обращать не будем. Что мы с вами получаем? Мы получаем ссылочку на наш локальный сервер, мы можем нажать на эту ссылочку, и вот так сейчас у нас выглядит наш веб-сайт. Здесь все достаточно просто, здесь есть как бы такая тестовая стартовая страничка, на которой написано, что установка прошла успешно. Если установка прошла успешно, то это означает то, что мы теперь можем приступить к реализации нашего проекта. В Django каждая категория сайта представляет из себя определенное приложение. Приложение, в свою очередь, это как папка, в которой есть множество различных файлов, и каждый файл отвечает за определенные свои там действия. Например, один файл, он отвечает за просто отображение информации на страничке, в браузере, другой файл отвечает за стилик этой странички, третий файл отвечает за функциональную часть этой странички, четвертый файл, например, отвечает за обработку переходов по URL-адресам и так далее. Соответственно, нам, чтобы создать вот такое вот приложение, чтобы нам создать вот такую вот папку, мы, во-первых, можем поступить так, что мы создадим это все вручную, но это будет неразумно, потому что можно поступить другим способом, и при помощи файла manage.py можно создать новое приложение, и в этом приложении сразу будут все необходимые файлы. И еще раз, что такое приложение? Вот предположим, у нас на сайте есть несколько категорий. Первая категория – это просто основной функционал сайта, то есть это, например, там главная страничка, страничка про нас, страничка контакты и так далее. То есть просто какая-то базовая структура сайта, да? И, соответственно, мы вот эту вот базовую структуру сайта можем выделить в одно определенное приложение, то есть это как бы будет наше главное приложение. Также, например, к сайту я хочу еще добавить магазинчик. Соответственно, магазинчик – это будет как вторая категория нашего сайта, и мы выделяем его в отдельное приложение. Также к сайту я хочу, например, добавить еще и форум. Соответственно, чтобы добавить форум, я тоже создаю новое приложение, как бы новую категорию, ну и это приложение будет отвечать конкретно за форум. То есть каждая категория сайта, она просто распределяется по разным папкам, или же, другими словами, по разным приложениям, которые мы можем сейчас с вами здесь создавать. Сейчас мы будем создавать основную, ну можно назвать основную папку нашего сайта, основную как бы категорию нашего сайта, и соответственно, чтобы создать такую основную категорию, нам нужно обратиться к файлу ManagePy. Одна лишь проблемка, сейчас мы запустили локальный сервер, и вот здесь ничего я писать не могу внутри терминала. Чтобы я смог что-либо здесь писать, мне изначально нужно либо открыть новый терминал, либо мне нужно просто остановить вот этот локальный сервер, ну и тогда я смогу что-то тут писать. Чтобы остановить локальный сервер, вот здесь даже это прописано, нужно нажать на Ctrl-C. Соответственно, мы нажимаем Ctrl-C, и вот я вышел из как будто этого локального сервера, и теперь могу прописывать здесь любые команды, и они будут спокойно тут обрабатываться. Например, для начала пропишу команду clear, чтобы просто все очистить. Теперь создадим новое приложение. Обращаемся также к Python, если вы на Windows, то тройку, возможно, вам не нужно прописывать. Далее обращаемся к файлу Manage.py, дальше мы обращаемся к команде StartApp, то есть мы как бы создаем новое приложение, и дальше нужно назвать приложение. Назвать приложение можно как угодно, но, конечно, лучше давать какие-то осмысленные названия для ваших приложений. Например, я сейчас назову наше приложение как Main, потому что оно действительно основное приложение в нашем проекте, это будет вполне логичное для него название. Теперь, если мы зайдем вот сюда, Project, то здесь я замечаю, что у нас создалась новая папочка, она называется Main. Внутри этой папки находятся различные дополнительные файлы, с которыми мы сейчас с вами и будем работать. Прежде чем мы рассмотрим все эти файлы, нам нужно сделать один небольшой нюанс. Дело в том, что каждый раз, когда вы создаете новое приложение, это новое приложение нужно регистрировать в файле settings.py. Поэтому вот здесь, в файле settings.py, в списке installed apps нам нужно добавить как бы новое приложение, которое мы только что с вами создали. Если мы забудем это сделать, то в таком случае, чтобы мы не прописывали внутри этого приложения, оно никак не будет работать у нас на сайте. Просто по той причине, что мы его не зарегистрировали. Поэтому здесь, чтобы его зарегистрировать, я просто вписываю название этого приложения, ну и в принципе оно будет у нас зарегистрировано. Все, больше ничего дописывать не нужно. Если вы приложение назвали как-то по-другому, то, конечно же, и здесь укажите другое название. Внутри всех созданных приложений у нас будет примерно одна и та же самая структура. То есть в любом новом приложении будут вот эти вот все файлы присутствовать. Здесь, что мы с вами видим? Во-первых, мы видим папочку migrations. По сути, в этой папке у нас будут храниться те файлы, которые будут представлять из себя миграции. Что же такое миграции? Миграции, в свою очередь, это файлы, которые представляют определенный набор действий, что необходимо проделать над базой данных. Например, если мы хотим создать новую табличку в базе данных, или хотим удалить табличку, или хотим добавить какие-то новые поля в табличку и так далее, то все вот эти вот действия, они описываются в файлах миграции. Нам, как будто это вот само описание этих действий не придется делать. То есть вручную вот эти вот файлы миграции мы с вами создавать не будем. Они будут создаваться в автоматическом режиме. Но все же все эти файлы, они будут храниться внутри нашего проекта, и мы сможем их видеть. Все эти файлы, они будут храниться вот здесь. Чуть позже, когда будем работать с моделями, то вы поймете, как можно создать определенную табличку в базе данных. Ну и когда вот мы создадим определенную табличку в базе данных, у нас будет новый файл миграции, который будет записан, например, вот в этой папочке. Но пока здесь особо ничего нету в этой папке. Далее у нас здесь есть init.py. Это, по сути, файл, который находится в любом приложении. Как видите, он здесь находится, он вот здесь находится. И это просто как такой файл-инициализатор. В нем ничего нету, он просто должен как бы быть. Поэтому я его даже никак не рассматриваю. Дальше файл admin.py. На самом-то деле мы с этим файлом еще будем чуть позже работать. При помощи этого файла мы можем зарегистрировать какие-либо таблички в панели администратора, чтобы они там просто отображались. Пока не буду особо о нем ничего говорить, чуть позже мы к нему вернемся. apps.py. Это также специальный файл, при помощи которого мы можем указать, например, ну, во-первых, сейчас здесь просто указывается классическая стандартная информация про само это приложение. Здесь нет никаких дополнительных настроек. Здесь просто указывается то, что название этого приложения, оно называется как main. Также здесь можно будет указать дополнительные какие-то настройки конкретно для всего этого приложения. Далее файл моделей. В файле моделей мы можем создавать различные новые таблички, которые будут добавлены в базу данных. Пока мы с этим файлом, опять же, не работаем, чуть позже мы к нему вернемся. В файле tests различные мы можем создавать тестирование. Мы с тестированием в ходе этого урока знакомиться не будем, но если потребуется создавать тестирование, то оно создается именно в этом файле. Ну и файлик views.py. Это файлик, в котором мы будем, по сути, указывать, что, например, если пользователь перешел на главную страничку, то в таком случае мы показываем ему такой HTML шаблон. Если он перешел, например, на страничку контакты, то показываем такой HTML шаблон. То есть, по сути, views.py – это тот файл, в котором мы говорим, в зависимости от какого URL-адреса мы будем показывать, какой HTML шаблон. Ну или какую вообще информацию будем показывать пользователю, в зависимости от того, на какую страничку он перейдет. Опять же, с этим файлом буквально через пару секунд будем работать. Теперь давайте, наконец, уже построим что-то свое. Смотрите, сейчас мы зайдем в файл, который называется urls.py, который находится в основном нашем приложении, в Task Manager. Здесь мы с вами отслеживаем лишь переход пользователя на такую страничку, как админ. Помимо этого, мы давайте с вами еще будем отслеживать переход на главную страничку. Чтобы отследить переход на главную страничку, мы здесь с вами обращаемся к методу pass. Дальше, в качестве первого параметра мы указываем просто пустую строку. Пустая строка, она представляет из себя как раз переход на главную страничку. И здесь мы с вами поступим следующим образом. Мы тут будем вызывать другой файл urls.py, который будет находиться внутри папочки main. Сейчас у нас такого файла нет, поэтому давайте мы его создадим. Поэтому в папке main мы создаем новый файл, который называется urls.py. Пока это будет пустой файл, чуть позже сюда добавим немного кода. Теперь нам нужно указать, что при переходе на главную страничку у нас будет именно вызываться вот этот вот файл, который находится в основном приложении. Поэтому для начала я тут дописываю то, что я подключаю не только функцию pass, но также подключаю такую функцию как include. Вот я ее тут и подключил. И далее я просто обращаюсь к вот этой функции, к этому методу, к методу include. И далее я говорю, что я буду вызывать такой файл, который находится в папке main. И этот файл он называется как urls. Вот таким вот образом. То есть при переходе на главную страничку мы будем вызывать вот этот вот файл. Теперь давайте скопируем весь код, который у нас вот в этом файле находился. И просто поместим его в файл urls.py, который находится в папке main. Здесь, наконец, уже в этом файле мы конкретно будем отслеживать, куда все же перешел пользователь. То есть, например, перешел ли он там на главную страничку, на страничку контакты и так дальше. И в зависимости от того, куда он перешел, будем уже вызывать функцию из файла views. А функция, в свою уже очередь, она будет показывать определенный HTML код, ну, определенную просто страничку для пользователя. Вот. Немного запутанно это все выглядит, но на самом-то деле сама эта концепция достаточно интересная и удобная. Потому что благодаря такой концепции весь функционал определенного одного приложения, он находится внутри лишь одной папки. Что это нам дает? Нет, это нам дает то, что если в будущем я захочу создать примерно такой же сайт, как я сейчас создаю, то мне потребуется просто скопировать эту папку, перенести ее в другой проект, и все, у нас все будет сразу же работать. Поэтому этот функционал достаточно здесь крут и удобен. Хотя вот поначалу кажется достаточно таким непонятным. Так вот, что мы здесь с вами должны дописать внутри этого другого файла? Здесь мы давайте, во-первых, include я удалю, то, что мы подключали еще include, этот метод. Также то, что я работаю с панелькой администратора, я тоже вот эту информацию удаляю. Вот это отслеживание перехода на страничку admin тоже я отсюда удаляю. Ну и по сути у меня остается только то, что мы отслеживаем с вами переход на главную страничку. Ну и смотрите, что у нас будет. Когда мы перейдем на главную страничку, мне необходимо сделать вот что. Я должен обратиться к файлу views.py, вот этому вот файлу. Здесь я создам новый метод и по сути, когда я перейду на главную страничку, я обращусь к определенному методу. И через этот метод я уже там покажу пользователю определенный HTML шаблон. Давайте это сейчас пропишем и потом еще раз пробежимся по этому всему. Потому что тут довольно-таки немного сложно, но на самом-то деле все не так уж и печально. Смотрите, в первую очередь нам необходимо подключить сам этот файл views.py. Потому что если мы хотим к нему обращаться, то его нужно изначально подключить. Поэтому здесь я говорю, что из как бы этой же директории, где и находится этот файл, то есть просто ставлю точку, то есть из этой же директории я импортирую такой файл, который называется как views. То есть импортирую вот этот вот файл. Теперь я тут просто обращаюсь к этому файлику. И сейчас у меня здесь нет никаких функций внутри этого файла, поэтому тут ничего через точку не прописывается. Но мы давайте допишем, что я как бы буду вызывать такую функцию, которая будет называться как индекс. Пока такой функции у меня еще нет. Теперь заходим в файл views.py и здесь соответственно создаем саму эту функцию. Чтобы ее создать, мы просто прописываем название функции как индекс, то есть точно то же самое, что я вот здесь и прописал. Ну и далее нам, да, кстати, еще в качестве обязательного параметра здесь необходимо передать параметр request, ну вернее получить параметр request. При вызове этой функции мы давайте сейчас с вами будем возвращать просто определенный текст. То есть мы не будем возвращать какую-то HTML страничку, а просто будем возвращать определенный текст. И чтобы нам вывести лишь определенный текст, нам нужно подключить одну дополнительную библиотеку. Она называется Django HTTP. И оттуда мы импортируем такой класс, который называется как HTTPResponse. Вот мы его здесь и импортировали. Ну и теперь просто обращаемся к как бы этому классу. И здесь я указываю, что выведу какой-то определенный HTML. Например, это будет тег h4, в нем будет написано, например, там hello. И дальше этот тег, он у нас будет закрываться. Ну и видите, он здесь еще подчеркивает такой желткой линией. Это из-за того, что обычно в питоне принято между импортами, а также между какими-то методами, ставить две строки пробела, пропуска. Поэтому я тоже добавлю этот пропуск, чтобы у нас никаких здесь не было подсвечиваний. Окей, вроде бы это теперь у нас все готово. И мы могли бы даже все это запустить. Но давайте для начала немножечко еще раз объясню, что же здесь произошло. Произошло у нас вот что. Когда мы будем переходить на главную страничку, у нас будет обрабатываться это все в основном urls.py. То есть это основной url файл. Вот он здесь. Здесь мы с вами при переходе на главную страничку подключаем другой url файл. Поэтому дальше действие переходит вот в этот файл. Здесь мы также проверяем, что если мы перешли на главную страничку, то в таком случае мы обращаемся к файлу views.py и обращаемся к методу index. Ну и в свою очередь метод index, все что он на данный момент делает, так он просто выводит определенный html текст на страничку. Это все, что у нас сейчас должно произойти. Теперь, если мы запустим локальный сервер, то давайте также обновим страничку, то мы замечаем, что здесь у нас вводится вот сообщение hello. И если мы захотим обработать еще какой-то url адрес, то в таком случае мы вот здесь, в файле urls.py, который принадлежит к приложению main, мы можем с вами прописать вот что. Мы создаем еще один метод pass, и здесь просто прописываем, какой url адрес мы с вами хотим обрабатывать. Например, я хочу обрабатывать такой url адрес, как about, или же я могу написать about us, например, вот такой url адрес хочу обрабатывать. Ну, в общем, любую страничку вы можете обрабатывать. Главное, вначале не пишите здесь slash, также в конце тоже не стоит добавлять slash. Ну, только в том случае slash здесь стоит добавлять, если у вас еще что-то после slash будет прописано. Например, вот такая вот страничка. Ну, мне это сейчас не нужно. Так вот, смотрите, например, при заходе на главную страничку у нас будет вызываться метод index, то есть вот этот вот метод. Также давайте мы его скопируем и создадим просто еще один метод, он пускай будет называться как about, тоже сделаем два пропуска строк. И здесь, например, у нас будет выписываться текст about. То есть ничего дополнительного такого сложного не будем здесь дописывать, просто пишем новый вывод текста. И теперь, если я захожу на главную страничку, я вызываю функцию index, а если я захожу на вот эту страничку, то я буду вызывать функцию, которая будет называться как about. Ну и теперь сохраняем этот файл. В Django очень крутая фишка заключается в том, что при сохранении файлов у вас сервер в автоматическом режиме обновляется. А это означает то, что я могу, не выключая сервер, просто перейти на страничку about us, и вот здесь на этой страничке у нас отображается именно текст about. Таким образом, при помощи вот такого вот несложного отслеживания URL-адресов, мы уже можем отслеживать разные странички, и в зависимости от страничек, можем показывать разную информацию пользователю. Я давайте все-таки пока выключу сам сервер, и просто продолжим написание веб-сайта. При помощи HTTP response особо много текста вывести невозможно, потому что все-таки это строка, и вставлять в строку огромное множество HTML-кодов будет как-то и некрасиво, и неразумно. Поэтому вместо HTTP response обычно все используют такой метод, как render. При помощи этого метода мы можем указать, какой HTML-шаблон у нас будет подключен. Чтобы нам вызвать определенный HTML-шаблон, нам необходимо, во-первых, в этот метод нам нужно передать первым параметрам это параметр request, то есть вот этот вот параметр, который мы здесь принимаем, а в качестве второго параметра мы должны просто с вами указать, какой HTML-шаблон мы с вами будем как бы подгружать. Пока у нас нету HTML-шаблона, поэтому мы давайте лучше изначально создадим самый HTML-шаблон, а потом его здесь укажем, что мы его подключаем. Чтобы создать HTML-шаблон, нам изначально в папке нашего приложения нужно создать новую папку, причем очень важно, чтобы эта новая папка, она называлась именно как templates. Это важное зарезервированное имя, и все ваши шаблоны во всех ваших приложениях должны храниться именно в папке, которая называется templates. Другого названия для этой папки не давайте, иначе у вас будут возникать какие-то непонятные ошибки. Внутри этой папки, как гласит документация, стоит создать еще одну папку с таким же названием, как и название вашего приложения. То есть вот я создал папку templates, и внутри этой папки я должен создать еще папку, которая будет называться как main, то есть точно так же, как и название моего приложения. Такая необычная структура, она вполне оправдана. Дело в том, что если у вас в вашем проекте будет, например, 10 или 20 приложений, и в каждом приложении тоже будет папочка templates, то при отображении сайта пользователю, все вот эти вот папочки templates, они собираются в одну общую папку. И, например, если в одном приложении у вас будет файл, например, который будет называться index.html, в другом приложении у вас тоже будет в папке templates файл, который так же сам будет называться, то при показе сайта пользователю у вас вот эти вот файлы, они как бы будут перекрывать один другой, и будут получаться различные ошибки. Поэтому, чтобы не происходила перезапись файлов, то принято, ну, согласно документации, принято делать так, что все шаблоны должны находиться в папке templates, дальше они должны находиться в папке, которая точно так же называется, как и само приложение, и в таком случае, когда вот все шаблоны будут находиться вот в такой структуре, то ни один шаблон при совмещении всех этих папок воедино, ни один шаблон не перепишет какой-то другой шаблончик. Поэтому вот такая вот здесь необычная структура принята. Ну и внутри, наконец, этой папки мы можем создать новый файл, давайте я его назову как index.html, что вполне будет логично, потому что это как бы основной файл нашего сайта. Здесь я просто пропишу восклицательный знак, нажму tab, и он мне пропишет всю стандартную html разметку. Здесь я давайте только напишу главная страница, также дополнительно здесь я выведу, например, tag h1, возможно, и в нем тоже напишу главная страница, и может еще какой-то параграф давайте выведем, например, здесь будет написано просто текст. Ну и теперь мне нужно указать, что именно этот html шаблон я хочу здесь подключать. Чтобы это сделать, мне необходимо указать, что я обращаюсь, то есть смотрите, здесь, когда я прописываю путь к определенному шаблону, вы представляете себе то, что вы уже находитесь в папочке templates, как будто вот здесь вы уже как бы сейчас находитеся, внутри этой папки. Ну и получается, чтобы просто подключить файл index.html, то мне нужно обратиться к папке main, и внутри этой папки мне нужно найти файл, который называется index.html. Вот такая вот здесь простая логика идет. Теперь давайте повторно запустим сервер и обновим, например, страничку. Ну, about us, она у нас никак не изменилась, но если мы перейдем на главную страницу, то замечаем, что у нас уже здесь вводится больше html текста. Если я зайду, например, в просмотр кода, то мы сможем заметить, что здесь действительно куда больше уже html кода, нежели было до этого. Здесь есть и doc type, есть как бы стандартная вся эта структура, есть title, есть h1 и есть просто tag p. То есть все необходимое у нас подключено. Давайте, возможно, точно то же самое я сделаю и для странички about. Здесь я буду просто подгружать такой html, который называется about.html, и создадим, соответственно, такой файлик. Это будет about.html. Просто в него продублируем весь вот этот вот код, и здесь я просто напишу, например, страница про нас. Ну и, в общем, с этой страничкой я никак больше работать не буду, просто хочу сделать, чтобы она у нас все-таки была, и хоть какой-то там был на ней функционал. Итак, здесь давайте мы попробуем просто перейти на страничку about us, вот таким образом, и мы замечаем, что тут все так же корректно обрабатывается. Чтобы наш сайт не выглядел скучно, мы к нему давайте добавим какие-либо стили. Стили можно прописать самостоятельно при помощи написания CSS кода, но поскольку урок не рассчитан именно на верстку сайтов, то в таком случае мы давайте вместо самостоятельного написания стилей воспользуемся готовыми стилями, которые идут от Bootstrap. Поэтому переходим на сайт Bootstrap.cdn и здесь копируем просто ссылку на сам CSS файл Bootstrap. Далее нам необходимо подключить этот CSS, поэтому здесь в теге head мы прописываем тег link, и дальше в hf просто вставляем подключение CSS файла. Также давайте мы такое скопируем и вставим еще дополнительно в страничку about.html. Теперь если перейти на страничку about.html, то здесь мы с вами замечаем, что у нас немного уже стили были изменены, и это все выглядит чуточку лучше. Чтобы наш сайт не выглядел столь пустым, я предлагаю зайти на официальный сайт Bootstrap.cdn и скопировать из примеров какой-либо определенный шаблончик. Вот, например, я возьму такой шаблон как pricing, вы можете выбрать любой другой шаблон, какой только захотите. Здесь нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем просмотреть код. После этого нажимаем на иконку выбора элементов, наводим на шапку и дальше просто скопируем всю эту шапку. Нажимаем на copy, copy element. Далее эту шапку мы вставляем в теги body в самое начало. Кроме того, стоит немножечко здесь переименовать различные вещи. Например, в качестве company name я здесь укажу IT-proger, вы, конечно, можете указывать все, что угодно. Ну и плюс некоторые ссылки мне здесь не нужны, поэтому я оставлю только ссылку на главную, а также ссылку на страницу about us. Также стоит дописать для них определенные названия, например, это будет главное, а это будет про нас. Кроме того, копируем данную шапку и вставляем эту шапку еще на index.html. Если мы это сохраним и зайдем теперь на сайт, то вот такая шапка у нас здесь получается. Довольно-таки неплохо, плюс мы можем теперь переходить между главной и между страничкой про нас, что довольно удобно. Ну и здесь я еще не заметил, у нас тут еще добавляется такая кнопка как sign up. Мы эту кнопку, пожалуй, с вами удалим из шапки, просто по той причине, что мне эта кнопка сейчас здесь никак не нужна. Все это выглядит достаточно здорово, но уже сейчас мы видим, что у нас есть много кода, который повторяется из странички в страничку. У нас всего лишь две странички, но в то же время уже есть много повторяющегося кода. А как гласит одно из правил программирования, не повторяй себя. Don't repeat yourself. И, соответственно, нам нужно сделать так, чтобы у нас был некий один шаблонный файл, в котором будет находиться весь повторяющийся код. И дальше в этот шаблонный файл мы будем просто вставлять как бы ту информацию, которая не повторяется от странички к страничке. И это сделать достаточно просто. Для начала нам нужно создать новый файл. Мы давайте этот файл назовем как base.html, то есть это будет такой базовый HTML файл. И в этот базовый HTML файл я скопирую и вставлю просто всю вот эту вот HTML разметку. Далее мне нужно понять, какие части в этой HTML разметке, они будут разными в зависимости от определенных страниц. Разными у нас будут следующие части. Это значение в теге title, а также это вот это вот содержимое. Шапка она у нас на всех страничках будет одна и та же самая, поэтому шапку я здесь как бы не удаляю. Теперь, как можно сделать так, чтобы у нас в тег title, а также вот сюда в тег body подставлялась разная информация в зависимости от HTML. Делается это достаточно просто при помощи такого шаблонизатора, как Jinja. Вообще здесь в Django любой HTML файл, он обладает функционалом этого шаблонизатора, и мы можем просто сходу пользоваться всеми функциями этого шаблонизатора. При помощи этого шаблонизатора мы можем прописать вот что. Мы с вами здесь создаем как бы блоки. И чтобы создать блок, мы прописываем вот такую вот небольшую структуру, то есть это фигурные скобки, а в них проценты. Дальше мы говорим, что мы создаем некий блок, сам блок можно назвать как угодно, вполне логично здесь его назвать как title. Ну и дальше этот блок нужно просто закрыть. Чтобы его закрыть, мы прописываем по сути точно то же самое, то есть это фигурные скобки и проценты, и дальше мы прописываем and block. Вот таким вот образом. То есть мы как бы говорим, что вот здесь у нас будет находиться блок, внутрь которого, то есть вот сюда, внутрь которого мы сможем подставлять разный текст, разные значения в зависимости от HTML странички. Ну и сам этот блок, он у нас сейчас называется как блок title. Также мы давайте скопируем этот блок, ставим его, например, вот сюда. И здесь все, что нам нужно сделать, это просто переименовать название этого блока, потому что названия не должны повторяться. Сейчас у нас здесь название идет как title, но мы давайте назовем его этот блок как content. Названия могут быть какие угодно, главное, чтобы они не повторялись. Вот я, например, его называю как content. Теперь давайте зайдем, например, в about.html. Сейчас я HTML-код отсюда удалять не буду, просто чтобы потом можно было легко скопировать кое-какие текстовые надписи. Ну и давайте пропишем с вами вот что. В первую очередь нам необходимо сказать то, что мы с вами все наследуем от такого файла, как base.html. Опять-таки, предположим, что мы находимся в папке templates, поэтому чтобы обратиться к base.html, мы изначально должны зайти в папку main, а дальше в этой папке мы находим base.html. Вот таким вот образом. Далее мы делаем с вами следующее. Мы просто заполняем те блоки, которые вот здесь мы сделали. Чтобы их заполнить, нам необходимо прописать вот что. Мы создаем точно такую же структуру, то есть мы прописываем блок, мы говорим, к какому блоку конкретно мы обращаемся, например, сейчас я обращаюсь к блоку title, и все, что внутри этого блока я хочу вывести, так это просто текст, страница про нас. Ну и дальше, конечно же, нужно закрыть этот блок, поэтому в конце мы прописываем здесь end-блок. Вот таким вот образом. Плюс мы это можем с вами еще раз скопировать и также указать, какую информацию мы будем помещать в блок с названием content. И здесь в качестве информации я просто помещу вот этот html-код, также весь другой html-код, который тут у нас был, я его уже могу спокойно удалить, ну и просто сюда я указываю то, что помещаю вот такой вот небольшой html-код. Точно то же самое нам нужно сделать и для странички index.html. Давайте опять-таки пока html я удалять не буду. Здесь я просто скопирую то, что в title у нас будет выводиться главная страница, а также скопирую то, что у нас вот здесь будут выводиться немного другие данные, а именно это главная страница и просто текст. Ну и весь html снова я удаляю, и вот такая вот у нас красивая небольшая страничка получилась, ну небольшой файл такой получился. Если я обновлю, например, теперь страницу, то в таком случае у нас ничего не поменялось, то есть у нас все так же само отображается, как и было до этого. Если я зайду на страничку про нас, то очень то же самое. Но в то же время теперь весь наш основной код, он вынесен в отдельный файл, и это очень-очень здорово. Почему это здорово? Хотя бы по той причине, что мы теперь можем создать с вами div, мы можем добавить к нему встроенный класс от Bootstrap, это класс Container, например, сказать, что внутри этого div у нас будет вводиться все содержимое как бы нашего сайта. В таком случае у нас сразу что для этой странички у нас текст, он как бы не то что отцентровался, он просто сдвинулся немного в сторону, уже не прижат к странице, что для этой страницы такое произошло, что для этой страницы тоже такое произошло. То есть теперь меняя лишь в одном файле какие-то данные, они меняются для всех страничек, которые наследуют информацию от него. Это достаточно удобный функционал. Теперь еще один момент, который стоит рассмотреть, это то, как правильно записывать вот эти вот ссылки. Сейчас они у нас работают, и как бы все хорошо, но в Django лучше записывать ссылки немножечко по-другому. Здесь в URL Patterns стоит добавить еще один атрибут, еще один параметр, который называется name, и просто указать любое имя, какое только захотите. Например, я назову, ну давайте, чтобы какое-то другое было имя, я, например, давайте дам для основной нашей ссылки имя home. А для второй нашей ссылки я дам, например, такое название, как about. Ну, опять же, названия могут быть какие только вы захотите. И теперь, чтобы правильно здесь прописать ссылку, мы обращаемся тоже к шаблонизатору Jinja. Здесь мы прописываем стандарты, вот эту вот как бы структуру, обращаемся к такому методу, как URL, и просто указываем то, что я буду выводить здесь ссылку, которая называется как home. Точно то же самое мне нужно сделать и вот здесь, только здесь я уже буду выводить ссылку, которая называется about. Если мы такое с вами сейчас обновим, то мы замечаем, что мы переходим абсолютно корректно между ссылками, как это было и до этого, но в то же время мы уже используем более верную концепцию. Почему такая концепция считается более верной? Все дело в том, что если я захочу, чтобы у нас страничка about us, ну, чтобы страничка про нас отображалась не по URL-адресу about us, например, по URL-адресу about, то все, что мне потребуется сделать, это заменить как бы отслеживание вот этого вот URL-адреса. И вот, например, если я сейчас перейду на страничку главное, все работает, если я перейду на страничку про нас, то видите, я перехожу по URL-адресу именно about, и у меня ничего не поломалось. То есть я могу поменять URL-адрес вообще на все, что угодно, вот, например, могу такой URL-адрес прописать, и если я повторно зайду на про нас, на вот эту ссылку как бы нажму, то у нас именно этот URL-адрес, он сюда и подставляется. Это достаточно удобно и позволяет менять URL-адрес, название URL-адреса лишь в одном месте, и больше нигде его менять не требуется. Кстати, если на данный момент вы что-либо не понимаете в коде, то рекомендую пройти мою большую программу по изучению языка Python. За программу вы изучите, как работать с языком Python, как на его основе создавать графический интерфейс, как работать с различными библиотеками, а также полноценно изучите разработку веб-проектов на основе фреймворка Django. К концу курса у вас будет набор всех необходимых знаний по языку Python и разработке на нем. Ссылка на программу обучения будет находиться в описании к этому видео. Теперь приступим к работе над базой данных. В нашем приложении будет следующий функционал. У нас будет одна табличка, которая будет содержать все таски, все задания. В эту табличку пользователь с определенной странички сайта сможет заносить какую-либо информацию. Дальше в этой табличке будет храниться вся эта информация. То есть там может быть 10, 20, 40 тасков различных, 40, 50 задач. И все эти таски будут выводиться на другой определенной страничке на сайте. Также каждый пользователь сможет просмотреть все эти задачи. Ну и плюс сможет удалить какую-либо из этих задач, если он того захочет. Так вот, что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно создать в базе данных новую табличку, которая будет как раз в дальнейшем хранить все вот эти вот записи. Чтобы создать в базе данных какую-либо новую табличку, нам нужно создать в файле models.py новый класс. Здесь в этом файле каждый класс отвечает за определенную новую табличку в базе данных. Соответственно, как мы здесь поступим? Мы создаем новый класс. Класс можно называть как угодно, но лучше называть его как-то логично. Например, у меня будет табличка, которая будет связана с задачами, поэтому я назову этот класс как task. Далее нужно сказать, что мы наследуем все от models и дальше от такого класса как model. Если внутри такого класса ничего не прописать, то в таком случае, когда мы будем проводить миграции, о них мы поговорим чуточку позже и я расскажу, что это такое, но когда мы будем проводить миграции, то у нас в базе данных будет создана новая табличка task и эта табличка не будет содержать никаких полей. По сути, никто никогда так не делает. То есть, конечно, любая табличка должна содержать какие-то поля, в которые мы будем записывать информацию. Поэтому мы тоже так с вами сейчас сделаем. Мы просто скажем, что в нашей этой табличке, например, будет два поля. Первое поле это пускай будет title, то есть это какое-то название для нашего задания. И второе поле это пускай будет поле, которое будет называться как task или как текст, например. То есть это будет некое дополнительное описание к самой задаче. Конечно, можно добавить и другие различные поля, если вы этого хотите, но у меня пускай будет всего лишь два поля. Ну и чтобы создать это поле, я называю как угодно переменную. Например, я ее назвал как title. Дальше я обращаюсь к models и дальше обращаюсь к определенному классу, на основе которого я хочу создать само это поле. Например, поле title. Это просто будет название и в такое поле нам не нужно помещать какой-то огромный объем текста. Поэтому, если мы хотим создать поле, в которое нам не нужно помещать огромный объем текста, а там, например, текст до 255 символов, то в таком случае всегда лучше использовать именно такой класс как char field. Здесь в качестве параметров мы можем назвать наше это поле. Например, я давайте дам здесь название как название. Вот, и дополнительно также мы еще здесь с вами укажем, что максимальная длина текста, который можно будет записать вот сюда в это поле, это пускай будет, например, 50 символов. То есть больше нельзя будет записать. Ну, конечно, вы можете увеличить это значение, но я пока, например, остановлюсь на таком. Также создадим второе поле, пускай оно будет называться как task. Здесь мы тоже обращаемся к models и уже обращаемся к такому классу как text field. Мы обращаемся именно к этому классу по той причине, что в описании, в описании к какому-либо определенному заданию я могу добавить огромное множество текста. И если я хочу создать поле, в которое я смогу добавить огромное множество текста, то мне нужно вместо char field использовать именно text field. Из параметров я тут предлагаю только добавить некое название для этого поля, и в качестве названия для этого поля я напишу здесь название как описание. Также в этот класс нам стоит добавить еще один метод, который является магическим методом, это str. И по сути этот метод, он вызывается в тот момент, когда мы попробуем с вами вывести на экран объект этого класса. И что я хочу здесь просто переписать, я хочу сделать так, что когда мы будем пытаться вывести объект этого класса на экран, то в таком случае будет не выводиться какой-то хэш-код этого объекта, а будет, например, выводиться название конкретно, ну то есть поле title конкретно этого объекта. Ну и чтобы такое прописать, мы здесь прописываем return, дальше обращаемся к self, то есть к определенному значению в этом классе, и обращаемся просто к title. Вот теперь этот класс, он у нас готов, и теперь мы можем провести миграции. При помощи миграции мы на основе тех моделей, которые мы прописали, мы создадим различные таблички в базе данных. Как можно провести миграции? Очень просто. Мы заходим в терминал, дальше мы обращаемся к filemanage.py, и здесь мы обращаемся к такой команде, которая называется как makeMigrations. Вот так она прописывается. Эта команда, она позволяет нам создать сами миграции, то есть мы пока их не выполняем, мы их просто создаем. И здесь пишется, что конкретно мы с вами сделали. Сейчас здесь пишется лишь одно изменение, это то, что мы создали модель, которая называется как task. Также у нас выписывается здесь полный путь к тому файлу миграции, который у нас был создан. И этот как раз файл миграции, он сейчас находится в папочке migrations. Вот он здесь и представлен. Вот он вот такой. Так вот, что нам теперь нужно сделать? Мы создали миграции, теперь нужно их выполнить. Чтобы выполнить миграции, мы можем по сути обратиться к примерно той же самой команде, только в этот раз мы вместо makeMigrations выполняем такую команду, которая называется как migrate. Эта команда, она позволяет провести все миграции. Как видите, здесь повсюду было прописано ok. Это значит то, что все миграции у нас были успешно выполнены. Теперь давайте запустим локальный сервер. Мы можем с вами даже перезапустить страничку. Замечаем, что ничего у нас здесь не изменилось. Все работает так же, как работало до этого. Ну и никаких изменений у нас на сайте нет. Мы давайте сделаем с вами вот что. Мы попробуем перейти в панель администратора. Для этого я перехожу по URL-адресу admin. Как только я перехожу по URL-адресу admin, я попадаю на страничку авторизации. Вся вот эта панель администратора, она уже прописана за нас. Она существует в Django, и мы можем просто ею пользоваться. Поэтому мы так и будем с вами делать. Мы сейчас научимся пользоваться панелью администратора. Для начала нам здесь необходимо авторизоваться. Но чтобы авторизоваться, нам нужно знать имя пользователя, а также пароль. У нас этих данных нет. Поэтому прежде чем авторизоваться, нам нужно логично зарегистрироваться. И это можно сделать через терминал. Я предлагаю отключить сервер. Давайте я даже его очищу, терминал этот. И мы пропишем с вами следующее. Мы, пожалуй, обратимся опять-таки к ManagePy, к вот этому вот файлику. И обратимся к такой команде, которая называется как CreateSuperUser. Вот такая вот длинная команда. Ну и нажимаем Enter. Эта команда, она позволяет нам создать суперпользователя, или другими словами, администратора, благодаря которому мы как раз можем авторизоваться вот здесь, как администратор, в панели администратора. Итак, первое, что нужно сделать, это ввести имя пользователя. Если хотите, чтобы у вас подставилось по умолчанию имя, то можете просто нажать на Enter. Я, пожалуй, лучше введу, например, такое слово, как Admin. Нажму Enter. Дальше нужно адрес электронной почты ввести. Можете вводить, можете не вводить. Это не является обязательным. Я просто Enter нажму. Далее нужно придумать пароль. Я давайте сейчас какой-то простой пароль пропишу, например, 12345. Нажму Enter. Дальше мне нужно повторить как бы этот пароль. Еще раз нажму 12345. Нажимаю Enter. И он дальше пишет о том, что пароль слишком прост. И, конечно же, в будущем вам лучше создавать более сложные пароли. Но вдруг, если вот вы, как я, сейчас тестируете просто проект и хотите создать какой-то простой пароль, не заморачиваясь, то можете вписать простой пароль, как я 12345. И дальше, чтобы он именно создал такого пользователя с таким простым паролем, нужно здесь еще ввести буквочку Y. Вы как бы говорите о том, что Yes. Соглашаетесь с тем, что создать пользователя с таким простым паролем. Нажимаете Enter. И вот здесь написано, что SuperUser, то есть SuperPользователь, был успешно создан. Теперь мы давайте обратимся к запуску локального сервера и авторизуемся. Чтобы авторизоваться, мы вписываем здесь наше имя пользователя, а также вписываем пароль. В моем случае 12345. Ну и нажимаем Войти. После этого я попадаю в кабинет администратора. Здесь, в кабинете администратора, мы можем работать с теми пользователями, которые у нас уже зарегистрированы. Вот давайте я нажму, например, на пользователи. Давайте я также немножко приближу, чтобы оно все как-то побольше было. Так вот, если зайду в пользователи, я замечаю, что у меня сейчас есть только один пользователь. Это я, то есть это SuperUser, который только что был создан. Мы можем зайти на этого SuperUser, мы можем поменять ему имя, мы можем добавить, ну, вернее, логин можем поменять. Мы можем добавить ему имя, фамилию, адрес электронной почты. Можем сделать его неактивным или же наоборот активным. Ну и так дальше. Можем проводить над ним различные действия. Также здесь мы можем добавить и новых пользователей, если это нам потребуется. Вот здесь можем нажать на Добавить пользователя. Ну и, в общем-то, в этой панели администратора мы можем полностью управлять самой базой данных, то есть которая есть у нас на сайте. Сейчас мы знаем, что в базу данных должна была добавиться еще одна дополнительная табличка. Эта табличка, она называется Tasks. Почему же она здесь сейчас не отображается? Все очень просто. Дело в том, что любую табличку, которую вы хотите добавить в панель администратора, то есть любая табличка на 100% попадает в базу данных. Но чтобы ее еще отобразить в панели администратора, ее необходимо зарегистрировать в специальном файле. Это мы сейчас с вами и сделаем. Приложение, которое у нас называется Main. Мы давайте зайдем в Admin, вот в этот файлик. И здесь мы как раз зарегистрируем нашу новую табличку в панели администратора. Сделать это довольно просто. Для начала нам необходимо указать, что мы из такого файла как Models мы импортируем такую модель, которая называется как Task. Это первое, что мы делаем. Мы импортируем вот этот класс сюда, в этот файл. Следующее, что нужно сделать, это обратиться к Admin. Вот он у нас здесь был и так импортирован. Далее мы обращаемся к Site. Дальше мы обращаемся к Register. К такой вот функции. И говорим, что мы регистрируем такую модель, которая называется как Task. По сути, нам ничего не нужно дополнительно делать. Вот у нас сервер перезапустился. Мы давайте обновим панель администратора. И мы замечаем, что вот у меня здесь добавилась новая табличка, которая и называется как Task. Мы можем зайти в эту табличку. Здесь, если хотим, мы можем подобавлять различные новые таски. Например, нажимаем на добавить Task. И дальше здесь давайте допишем название, как купить молоко. А здесь напишем «Не забудь купить молоко в магазине». Ну и что мы можем сделать? Мы можем сохранить и сразу же добавить какой-то новый объект. Мы можем сохранить и продолжить редактирование этого объекта. Либо просто можем сохранить. Давайте просто, например, сохраним. И вот теперь у нас создалась новая запись. Она называется как «Купить молоко». Мы можем выбрать ее, можем ее удалить, если это нам требуется. Мы давайте удалять пока ее не будем. Вместо этого я предлагаю добавить еще одну запись, и это нам нужно просто для того, чтобы мы все это могли потом выгрузить на определенной одной страничке, ну и чтобы у нас просто было несколько каких-то записей. Здесь давайте мы напишем «Купить машину», ну и здесь напишем «Ну попробуй», например, такой вот текст. Ну и тоже нажимаем «Сохранить». Вот у нас есть теперь два таска. Окей, пока больше с ними ничего здесь делать не будем. Ну и в принципе работа с панелью администратора очень проста. То есть вы можете что-то редактировать, вы можете что-то добавлять и можете что-то удалять. В общем-то и все. Да, кстати, если хотите редактировать какую-то запись, то просто нажимаете на нее, ну и дальше можете ее редактировать, например, «Купить машину». Вот я еще восклицательный знак поставлю, ну и «Сохранить», и это все отредактировалось. Мы еще давайте рассмотрим такой момент, как можно изменить название вот этих вот табличек. Сейчас оно отображается как «Tasks», не особо даже это удобно произносить. Мы давайте рассмотрим, как можно изменить это название. Меняется это название очень просто. Меняется оно внутри модели. То есть здесь я должен прописать класс. То есть мы как бы создаем класс внутри класса. Это достаточно нормально. Класс этот должен называться как «Meta». И внутри него мы должны с вами прописать вот такие вот вещи. Мы должны написать «VerbousName». И это как бы будет имя не в множественном числе. Например, здесь я напишу как «Задача». И дополнительно нам необходимо, давайте я просто скопирую, «VerbousName» plural, дописать еще такую переменную. И здесь мы напишем это же название, но в множественном числе. Например, «Задача». Теперь мы это все с вами сохраняем, обновляем панель администратора, и вот здесь уже пишется как «Задача». Вот такая вот штучка. Ну а здесь, видите, отображается уже название именно как «Задача». То есть можно выбрать одну или несколько задач. Ну то есть в общем мы поменяли с вами название внутри панели администратора. С этим, конечно, можно не играться, но если вдруг хотите, то можно с этим всем поиграться. Теперь мы давайте перейдем на сайт. То есть нажимаем «Открыть сайт». И давайте сделаем так, чтобы, например, на главной у нас вот здесь страничке, вот где-нибудь здесь, у нас выводились полностью все вот эти вот таски из базы данных. Сделать такое на самом деле несложно. Нам нужно перейти в «Views.py». Здесь, кстати, я предлагаю удалить HTTP response просто по той причине, что мы его больше уже не будем с вами использовать. Он слишком прост, он бессмысленен, поэтому я его удаляю. И здесь мы с вами давайте пропишем вот что. Во-первых, нам необходимо подключить ту модель, с которой я хочу работать. То есть я все буду вытаскивать из модели, которая называется «Task». Поэтому вверху мы давайте сперва ее просто подключим. Поэтому здесь я прописываю, что... Только у меня тут все напортачилось. Я прописываю, что из такой папочки, из такого, вернее, файла, как «Models», точку я, кстати, указываю опять же по той причине, что я говорю, что из этой же директории я беру файлик, который называется как «Models». Да? Вот. И я импортирую из этого файла такой класс, как «Task». Вот таким образом. Теперь здесь, в функции «Index», которая как раз и обрабатывает главную страничку, мы, прежде чем отобразить какой-то шаблон, мы, прежде чем это сделать, мы будем получать все данные из модели «Task». То есть, по сути, мы будем из таблички «Task» получать все данные. И дальше все эти данные будем передавать в сам шаблон. Логика достаточно простая. Для начала давайте мы создадим некую перемену, пускай она будет называться как «Tasks». И в нее мы помещаем следующее. Мы обращаемся к модели, то есть к «Task». Дальше мы обращаемся к объектам, поэтому я обращаюсь к «Object». То есть, как бы хочу взять все объекты. Ну и дальше мы можем либо найти один определенный объект, например, по его там «ID», либо мы можем указать, что мы здесь производим некую там сортировку. Мы давайте пока все это прописывать не будем. Мы давайте сейчас просто получим полностью все объекты, но потом еще чуть-чуть рассмотрим, как можно, например, один объект найти или как можно их отсортировать. Так вот, чтобы получить все объекты, я просто прописываю такой метод, как «All». Ну и по сути, больше мне здесь ничего дописывать не нужно. То есть я из модели «Task» получу полностью все объекты, и все эти объекты будут помещены вот в этот список. Он у нас будет именно списком, потому что он будет содержать набор элементов. И теперь мне еще необходимо эти данные передать в шаблон. Чтобы такое сделать, мы здесь в пункции «Render» указываем еще и третий параметр. Третий параметр — это должен быть словарь, который будет содержать набор тех значений, что будут переданы в сам шаблончик. Вот, например, для начала давайте мы передадим в шаблон просто название странички. То есть ключ у этого элемента будет как «Title», а значение мы здесь не будем передавать еще «Task», а значение мы давайте просто укажем как, например, главная страница сайта. Вот, например, такое вот значение. Ну и также дополнительно здесь еще через запятую мы давайте по такому ключу, который будет называться как «Tasks» передадим все наши вот эти вот «Tasks». Вот, то есть в шаблон «Index» я передаю теперь как просто «Title», это просто название определенной странички, так и передаю еще и все вот эти вот записи. Теперь же переходим в «Index.html» и смотрите, теперь здесь в «Title» я, например, не хочу выводить просто какой-то определенный текст, а я хочу получать вот эти вот данные, которые здесь я передаю, то есть получать вот этот вот «Title» и именно его подставлять в «TagTitle», то есть в блок с названием «Title», по сути, в вот этот вот «TagTitle». Так как это можно сделать? Очень просто. Чтобы нам вывести данные, которые получаем мы из, ну, из модели, ну не то что из модели, а из контроллеров, да, то есть из вот этого файла «Views», чтобы нам вывести такие вот данные, нам необходимо здесь воспользоваться возможностями «Ging» шаблонизатора, здесь мы просто открываем две такие фигурные скобки и просто я выведу такое значение как «Title». И давайте вот сейчас мы попробуем с вами такое протестировать. Вот смотрите, сейчас у нас здесь пишется как «Главная страница», да, то есть я еще не обновлял эту страничку, теперь обновляем страничку и теперь здесь выводится текст «Главная страница сайта», то есть это именно тот текст, который мы передаем сюда из файла «Views». По точно такой же логике сюда еще и передаются все наши записи, которые мы получаем из таблички «Tasks», ну и нам их просто нужно здесь вывести. Например, h1 я здесь оставлю, пускай все-таки он будет, ну и просто здесь мы с вами выведем все эти значения, которые получаем. Если я, например, пропишу точно такую же логику, вот, например, здесь попробую вывести все эти «Tasks», да, то в таком случае у нас получится «QuerySet», у нас получится то, что у нас выводится, ну как бы, список, который идет на основе такого класса как «QuerySet», и в этом списке каждый элемент — это объект на основе такого класса как «Task». Ну и благодаря, кстати, тому, что мы в модели вот здесь прописывали вот этот магический метод, то видите, у нас не просто выводится как бы объект, да, у нас выводится объект и плюс вводится как бы название этого объекта, то есть вводится поле «Title». Вот, для этого я, по сути, и прописывал этот магический метод, чтобы у нас, ну, хоть какая-то подпись, но все-таки была при выводе всех этих объектов. Так вот, смотрите, если я просто пытаюсь вывести «Tasks», то это не особо круто, потому что это просто вывод списка, это совсем не то, что нам нужно. Нам необходим список, как и, в принципе, любой список, который есть там в Python или в других языках программирования, нам список необходимо перебрать через цикл. Благо, в шаблонизаторе Jinja есть функционал для переборов различных списков, ну, и чтобы воспользоваться таким функционалом, мы прописываем следующее. Мы открываем стандартный синтаксис, ну, открываем вот эти вот стандартные фигурные скобки, и здесь просто прописываем цикл for. В цикле for нам необходимо создать определенную перемену, пускай эта перемена будет называться как element, и дальше я говорю, что я все перебираю в таком списке, который называется как tasks. Также в конце не забывайте этот цикл закрыть, поэтому где-нибудь здесь в конце я сразу пропишу end for, чтобы просто это не забыть сделать позже. Ну, и теперь нам необходимо здесь в цикле просто выводить все данные. Давайте мы все эти данные будем выводить в диве, причем к этому диву я добавлю стили от Bootstrap, например, это будет alert success, ну, или alert warning, то есть это просто специальные красивые стили, вы потом их увидите. И также, наверное, еще тут было бы здорово добавить margin top, стиль такой, чтобы у нас просто были отступы между этими блоками, ну, чтобы они не ложились друг на друга. Ну, и что мы тут будем выводить? Давайте мы в теге h3, например, будем выводить название таска, то есть здесь я просто, чтобы вывести название таска, я создал сам этот тег h3, и дальше точно так же, как вот здесь, я открываю такие две фигурные скобки, обращаюсь к element и обращаюсь к title, потому что именно название я хочу вывести. То есть я обратился к определенному объекту, по сути, element представляет из себя определенный a-объект, и через этот объект я обратился к значению title, вот такая простая здесь конструкция. Также давайте мы чуть ниже еще пропишем tag p, и в теге p я буду выводить еще описание самого этого таска, да, то есть просто вот это вот поле task буду выводить. По сути, больше, наверное, ничего здесь дописывать не буду, давайте обновим страничку, и вот так это у нас сейчас выглядит. То есть у нас были выведены именно два элемента, все обработалось абсолютно корректно, ну и это, конечно же, здорово. Также рассмотрим дополнительные функции, которые существуют помимо функции all. Например, если вы хотите отсортировать все ваши записи по определенному полю, то в таком случае вы можете использовать такую функцию, как order by. То есть вы просто ее прописываете, и далее указываете, по какому полю вы хотите все сортировать. Например, можно сортировать по полю title, можно сортировать по полю task, но также можно сортировать по полю ID. Мы явно такое поле с вами не создавали, но оно каждый раз для каждой таблички создается, вот даже если зайти в файл миграции, то здесь можно заметить, что дополнительно создается еще такое поле, как ID. ID это просто уникальный идентификатор, который присваивается каждой записи в самой табличке. Ну и поэтому мы можем спокойно по этому полю тоже сортировать все наши записи. Если я сохраню в таком ключе, то сейчас мы замечаем, что ничего у нас не поменялось, вот вверху купить молоко написано, внизу купить машину, но я могу указать в начале минус, и в таком случае у нас будет сортировка в обратном порядке. Сначала идет купить машину, а потом купить молоко. То есть теперь от более новых к более старым идет сортировка. Ну и также можно по title и по другим полям это все сортировать. Кроме того, если вы хотите все это ограничить, то в таком случае вы можете прописать здесь что-то, ну вы здесь можете прописать срез и сказать, что мы выбираем лишь одну запись, ну или мы выбираем лишь 5 записей. Например, давайте я буду выбирать лишь одну запись. Ну и если я такое сейчас обновлю, то у меня действительно была выбрана лишь одна запись. Все остальные они просто не были выбраны из базы данных. Я, пожалуй, давайте буду выбирать полностью все записи, и плюс буду их еще сортировать по ID от более новых к более старым. Еще один момент, который стоило бы дописать, так это небольшую проверку вот сюда. Я бы хотел дописать, что если у нас сейчас в базе данных нету вообще никаких записей, то в таком случае я буду выводить некую информацию о том, что вот у нас нет никаких записей. Если записи все-таки будут, то тогда буду перебирать их через цикл. Чтобы написать такое условие, мне необходимо опять-таки обратиться к возможностям Jinja. Здесь мы дописываем следующее условие. То есть, по сути, все, что нужно сделать, так это просто обратиться к tasks, и получается, как звучит здесь условие. То есть, если в вот этом списке tasks будут какие-либо элементы, в таком случае у нас выполнится вот этот кусочек кода. Иначе, здесь мы давайте допишем вот это вот иначе, то есть мы дописываем else. Иначе у нас просто давайте будет выводиться tag p, в котором будет написано, что у нас нет записей. Ну и в конце, конечно же, не забывайте все это закрывать, поэтому здесь в конце мы прописываем and if, иначе эта вся конструкция может не работать. Сейчас, если обновить страничку, то ничего как бы не поменялось. В то же время, если мы зайдем, например, на панельку администратора, зайдем в задачи и удалим все наши задачи, вот давайте мы это с вами действительно сделаем, то в таком случае, когда мы переходим на главную страницу, у нас теперь здесь пишется, у нас нет записей. Но опять-таки, когда мы добавим новые записи, у нас они будут просто вот здесь на этой же страничке выводиться. Теперь я предлагаю создать страницу, через которую мы будем добавлять все эти записи в базу данных. То есть сейчас мы их добавляем через панель администратора, но давайте сделаем так, чтобы это можно было делать непосредственно на самом сайте. Делается это также не столь сложно. Во-первых, я предлагаю зайти в Base HTML, и здесь мы с вами добавим, давайте вот где-нибудь здесь добавим новую просто ссылку, и эта ссылка, она будет вести нас на страницу с добавлением нового таска. То есть здесь мы напишем, например, создать таск, вот, и здесь мы просто будем переадресовывать пользователя, например, на страничку, которая пускай будет называться как Create. Мы пока такую страничку еще не отслеживаем, но сейчас это сделаем. Так вот, давайте мы здесь добавим отслеживание. Мы с вами будем отслеживать страничку, которая будет называться как Create. Название у нее тоже пускай будет как Create. Ну и здесь вместо About мы теперь тоже будем в Views вызывать метод, который называется Create. Пока у нас вызывается ошибка, потому что не существует такого метода Create, но мы его сейчас создадим. Заходим в Views. Здесь давайте, пожалуй, скопируем просто некую функцию, назовем эту функцию как Create, и в качестве шаблона, который мы будем выводить, этот шаблон тоже будет называться как Create.html. Ну и, наконец, создаем сам этот HTML шаблон, то есть называем его Create.html. Также скопируем какой-либо код из любого другого HTML файла. Здесь напишем создать, вернее, не так надо писать, создать task. Ну, а тут мы с вами будем давать, возможно, в h1 мы тоже будем вводить информацию, что создать task, ну, а чуть ниже будем вводить с вами формочку. Для начала мы пропишем с вами формочку, которая, ну, которая будет самой стандартной формочкой, которая вообще никаких действий не будет выполнять, а чуть позже добавим к ней все-таки некий функционал. Итак, для начала мы создаем tag form, дальше внутри него нам нужно указать, что метод передачи данных будет как пост, также можно указать страничку, которая будет обрабатывать все данные, но поскольку я хочу, чтобы данные обрабатывались как бы на этой же страничке, то я просто action могу этот атрибут пропустить, не добавлять его. Далее здесь мы прописываем с вами input, здесь мы давайте, вернее, тут надо прописать, что это будет текст, также дополнительно мы давайте допишем с вами placeholder, это будет как некая подсказка, и здесь напишем, что введите название. Вот, например, такой здесь будет текст. Также добавляем класс, в качестве класса мы используем класс от Bootstrap, он называется formControl, вот таким образом. Ну и, в принципе, наверное, больше тут ничего дописывать не будем, возможно, bear только поставим и еще раз допишем input, хотя, на самом-то деле, вместо input тут лучше было бы использовать textarea, ну и, конечно же, textarea нужно еще в конце и закрывать. Тут, наверное, мы пишем, не введите название, а введите описание, вот что в таком духе, класс мы оставим, да и больше ничего здесь дописывать не будем. Ну и дополнительно нам стоит еще создать button, также у кнопки должен быть тип как submit, плюс нам стоит к этой кнопке добавить различные стили, например, button success, ну и здесь напишем, не отправить, а, возможно, добавить. Окей, сохраняем это все, и, наконец, можем протестировать. Итак, вот у нас здесь есть ссылочка, переходим на эту ссылочку, и вот такая формочка здесь отображается. Вполне хорошая форма, с ней уже можно работать. На данный момент, если мы попытаемся нажать на добавить, то у нас получается ошибка доступа, потому что, во-первых, у нас и нету CSRF токена в этой формочке, ну и плюс у нас нету обработки, поэтому, конечно, получается ошибка. Но сейчас мы это с вами исправим. Чтобы добавить функциональности для формочек, нам нужно создать новый файл, который будет называться как forms.py. Поэтому в нашем приложении мы добавляем новый файл, который будет называться как forms.py. Никакого другого названия для него не добавляйте. Именно такое название у него должно быть. Далее, мы с вами будем работать, ну то есть эта формочка, она будет работать с определенной моделью. Поэтому мы давайте сначала подключим эту определенную модель. В нашем случае из файла models мы подключаем модель task. Далее, дополнительно, нам здесь еще стоит прописать, как бы такую базовую вещь, то есть мы из Django Forms, мы с вами должны импортировать такие классы, как Model Form, а также, возможно, Text Input. Давайте вот две такие сейчас с вами. Ну хотя Text Input нам этот класс на самом-то деле, наверное, сейчас не понадобится, поэтому я его пока импортировать не буду. Итак, теперь, чтобы создать как бы функциональную формочку, нам нужно создать класс по типу того, как мы это делали с моделем. То есть чтобы создать там табличку, мы создавали класс. Здесь точно так же, чтобы создать функциональную формочку, мы создаем класс. И этот класс будет представлять из себя определенную форму. Саму форму можно называть как угодно. Обычно ее называют по имени модели, плюс добавляют к конце еще слово форм. Вот таким образом. Также нужно сказать, что все наследуется от класса Model Form, поэтому мы его сюда и импортировали. Также здесь мы с вами дописываем класс Meta. Ну то есть по типу того же, что мы делали в моделях. В Meta классе мы можем просто указать какие-то дополнительные настройки. Например, мы можем сказать, с какой моделью мы работаем. Мы работаем с моделью, которая называется как Task. Далее также мы можем с вами прописать здесь такую вещь как Fields. Fields это список, в котором мы указываем, какие поля должны присутствовать в самой формочке. Ну и в качестве полей я здесь указываю, что у нас в форме должны быть такие поля для установки Title, а также для установки поля Task. Поэтому я их здесь и прописываю. Опять же, вот эти вот названия, они должны быть точно такими же, как названия, что вот здесь. Если, например, формочки мне не нужно устанавливать еще и описание, то в таком случае я бы просто установил здесь значение лишь Title. Но мне нужно устанавливать как название, так и описание, поэтому здесь вот как бы через запятую два у меня идет значение. Теперь мы можем вернуться к файлу create.html и здесь можем сделать вот что. В первую очередь давайте добавим в формочку CSRF токен. Вот смотрите, сейчас если я нажму на добавить, то у нас происходит ошибка проверки CSRF. CSRF это специальный ключ, который подставляется в каждую формочку. Если его там нету, то формочка не может быть отправлена. Ну и просто чтобы форма у нас работала, нужно всегда форму подставлять в CSRF. Подставляется он достаточно примитивно, то есть мы просто прописываем здесь стандартный синтакс из Jinja и дальше мы прописываем CSRF токен. Вот все, он у нас добавлен в формочку, больше ничего прописывать не нужно. Также в эту форму необходимо еще добавить те поля, которые мы с вами вот здесь указывали. То есть в формочке должно отображаться поле Title, а также поле Task. Они вроде у нас и так здесь отображаются эти поля, но эти поля, которые сейчас здесь у нас отображаются, они никак функционально не связаны с Django, не связаны ни с какой логикой. Поэтому нам их нужно выводить немного по другому принципу. Сперва зайдем в views.py. Здесь мы давайте, возможно, создадим с вами некий словарь. То есть вот раньше мы передавали словарь просто как третий параметр, и здесь через запятую его создавали. Я предлагаю просто создать словарь отдельно, и здесь просто этот словарь как одну определенную переменную передавать. Так, мне кажется, будет куда удобнее. И что в этом словаре у нас будет? У нас будет ключ форм, и в ключ форм мы с вами будем устанавливать вот что. Правда, надо было для начала это, конечно, создать. В общем, в ключ форм мы с вами будем устанавливать переменную форм, которая будет, по сути, из себя представлять объект на основе такого класса, как taskform. То есть вот здесь я просто прописываю то, что мы создаем переменную форм, и она из себя представляет просто объект, созданный на основе вот этого вот класса. Ну и эту переменную мы сюда передаем по ключу как раз форм. Сейчас же у нас подчеркивается красным taskform. Это вполне логично, потому что его необходимо изначально подключить. Мы давайте с вами скажем, что из forms мы импортируем такую вещь, как taskform. Ну и тогда, конечно же, этот класс, он у нас уже не подчеркивается, он импортирован все корректно. Ну и теперь мы здесь можем с вами вывести поля формочки. Для этого я обращаюсь к вот этому вот форм, который я вот здесь передаю. Я его передаю по ключу форм, и я здесь могу просто к нему обратиться. И здесь я выведу, например, такое поле, которое называется как title. Мы его вот здесь создавали, и я его тут просто вывожу. Также дополнительно я хочу вывести еще такое поле, которое называется как task. Мы его тоже вот здесь создавали, и тут я его просто хочу вывести. Сейчас получится то, что у нас есть аж 4 поля. Первое поле это как бы вот это вот поле для ввода названия. Второе поле это поле для ввода полного описания. Ну и два следующих поля это наши красивые стилизированные поля, которые никакого функционала из себя не представляют. Как же нам теперь объединить функционал и красоту? Делается это за счет специального поля, который прописывается в классе с формой. Здесь ниже мы должны с вами создать новое поле, которое должно называться как widgets. Внутрь него мы помещаем словарь. В качестве ключа мы говорим, ну мы как бы устанавливаем название того поля, для которого мы будем добавлять какие-то свойства, названия и так далее. То есть сейчас, например, я работаю с таким полем как title, чуть позже еще с таким полем как task будем работать. Ну и дальше, через двоеточие, мы сейчас будем добавлять все вот эти вот новые характеристики, чтобы это поле выглядело верным. Для начала нам только здесь нужно подключить такой класс как textInput. Ну и здесь мы просто должны создать объект на основе этого класса. Прямо вот здесь это и будем делать с вами. Что нам нужно по сути сделать? Нам необходимо так, чтобы вот это вот поле title, чтобы оно обладало такими атрибутами как placeholder, а также по сути таким атрибутом как class. Вот это вот основное, что нам необходимо добавить к вот этому полю. Тогда оно будет выглядеть точно так же, как и выглядит вот это поле. Ну и прописывается это достаточно просто. То есть здесь я указываю, что мы добавляем новые атрибуты, то есть мы указываем, как переписываем атрибуты. И чтобы переписать атрибуты, давайте возможно мы на несколько это строчек, во-первых, все разделим. Вот, и чтобы переписать здесь атрибуты, мы должны в качестве значения тоже установить словарь. И тут мы говорим, что я к этому полю добавляю такой атрибут как class, а в качестве значения для этого атрибута я установлю такое значение как formControl. Точно такое же значение, которое вот здесь у меня и было прописано. Также давайте, возможно, уже в этот раз скопируем. Мне необходимо еще установить такой ключ как placeholder, а в качестве значения мне необходимо установить, введите название, такой вот текст, тоже сюда это дописываем. Ну и в общем-то больше, наверное, здесь сейчас ничего дописывать не будем в плане атрибутов. Также нам необходимо вот здесь поставить запятую, и необходимо еще добавить атрибуты к такому полю как task. Здесь у нас тоже должен быть class, здесь у нас также должен быть атрибут placeholder. Вот только в этот раз в placeholder у нас будет написано введите описание. Поэтому тут немножечко вот этот вот формат поменяем. Ну и в общем-то можем теперь это все сохранить. А здесь мы теперь можем, во-первых, вот эти вот два объекта мы можем просто спокойно удалить, а также давайте здесь еще пропишем ver, чтобы у нас постоянно были переводы на новые строки. Ну и если обновить теперь эту страничку, то мы замечаем, что у нас получается достаточно классная формочка. Вот только я немного поторопился. Здесь для второго поля нам необходимо использовать не text input, потому что text input, вот этот класс, он создает нам просто текстовое вот такое вот поле. Нам нужно использовать text area. Поэтому изначально мы импортируем дополнительно еще text area, специальный такой вот класс. Ну и дальше здесь мы создаем на его основе само это поле. Ну и если теперь это обновить, то форма выглядит в точности так, как она выглядела до этого, но при этом это теперь функциональная форма. Если я сейчас попробую нажать на добавить, то, ну да, давайте мы что-то сюда попробуем поводить и нажму на добавить, то мы замечаем, что вроде как у нас функционал работает, да, то есть как бы ошибок не происходит, но при этом, конечно же, никакие данные у нас для вот этой вот модели, для вот этой таблички они не сохраняются. Видите, здесь как было ноль задач, так и осталось ноль задач. Так происходит по той причине, что мы с вами сейчас не отслеживаем получение данных из формы. Нам нужно в методе create нам необходимо добавить одну проверку. В этой проверке мы прописываем с вами следующее. Мы обращаемся к параметру request, мы обращаемся к такому значению как method, и здесь мы проверяем с вами на передачу данных посредством метода post. Что это означает? Если пользователь просто переходит на эту страничку, вот, например, если я нажму на вот эту вот ссылку, то я, как бы, браузеру посылается такой метод передачи данных, как get, то есть просто получение этой странички. Если же я нажму на вот эту кнопку в форме, то в таком случае данные у нас будут отправлены именно методом post. Мы сами это с вами указали. Вот здесь в формочке мы указывали, что мы передаем данные при помощи метода post. Поэтому что получается? Получается то, что если мы передаем данные посредством метода post, мы будем с вами знать, что у нас, получается, идет отправка данных, и мы можем просто принять эти данные и, соответственно, сохранить эти данные. Поэтому мы давайте так с вами и поступим. Для начала мы создаем переменную, пускай она будет называться как form. Далее мы обращаемся к task.form. И здесь мы должны с вами еще прописать один параметр. Это request.post. То есть мы как бы создаем объект на основе класса task.form. Вот только в этот раз это не просто пустой объект, как это было сделано здесь. А в этот раз это объект, который наполнен данными, которые мы получили от пользователя. Ну и по сути больше даже ничего не требуется сделать. Можно лишь добавить то, что мы будем проверять на валидности всей этой формочки. То есть мы можем прописать здесь isValid, вот такую вот функцию. И как бы мы говорим, что если формочки, если данные, которые мы получили от пользователя, они корректны, то в этом случае мы обращаемся к форме и обращаемся к методу save. Вот, в общем-то, все, что необходимо сделать. То есть если передаются данные при помощи метода post, значит мы их получаем, значит мы их проверяем. Если они корректны, значит мы сохраняем эти данные как новую запись в базу данных. Плюс было бы очень хорошо, чтобы мы еще в конце могли переадресовать пользователя на какую-либо другую страничку. Ну и чтобы такое сделать, нам тут стоит дописать импорт такого метода, как redirect. И здесь же мы просто обращаемся к redirect и можем указать, что мы переадресовываем пользователя на страничку, которая называется как home. Ну и это я здесь как раз и прописал. Вот, в общем-то, больше тут ничего можно не дописывать. Наверное, можно только дописать else, наверное. Потому что, то есть если формочка будет корректная, то все сохранится и будет redirect на другую страницу. Но если форма некорректная, тогда мы, наверное, с вами сделаем вот что. Мы создадим переменную error и в нее просто напишем, что форма была неверной. Ну, например, такой пускай здесь будет текст. Ну и также этот текст мы с вами будем передавать вот здесь, ну, как бы в сам объект. Плюс, чтобы у нас никаких проблем не было, то мы давайте здесь вначале тоже создадим эту переменную и просто для нее добавим пустое значение. То есть если форма некорректная, тогда в этой перемене будет какой-то текст. Иначе то это будет просто пустая переменная. Ну и прежде чем все протестировать, предлагаю еще вот здесь добавить текст span. Внутри него мы с вами просто будем выводить error. То есть текст из вот этой вот переменной. Окей. Теперь же давайте попробуем изначально просто зайти на эту страничку. Все работает. Давайте напишем здесь что-то в духе купить молоко. Тут даже и так нам помогает. Ну и тут напишем тоже не забудь купить молоко. Нажимаем добавить. После этого мы замечаем, что у нас вроде все обработалось, только вот redirect у нас не сработал. Redirect у нас не сработал по той причине, что нам необходимо вот в этот момент, когда мы хотим переадресовать пользователя на другую страничку, нам необходимо выходить из функции. Ну а чтобы выйти из функции, стоит прописать return. То есть мы как бы возвращаем переадресование пользователя на другую страничку. Вот такая логика. И здесь еще, кстати, интересный момент. Вы можете указывать как название определенной странички, например, как home или там как about и так дальше. Либо можете просто указывать определенный URL. Например, там slash это будет главная страничка, или, например, там about это будет страничка про нас, ну и так дальше. Я, пожалуй, лучше оставлю название страницы, то есть home. Ну, теперь мы давайте попробуем с вами еще что-то дописать. Например, почистить картошку. Например, так напишем. Нажимаем добавить. И вот мы замечаем, что я перешел на главную страничку. У меня здесь три товара, то есть я чуть-чуть больше добавил, ну, на один больше добавил в ней видео. Ну и, в общем, все оно работает корректно. То есть мы теперь можем работать с базой данных, мы можем создавать эти все записи, можем их просматривать. Ну и, в общем-то, мы с вами создали уже некое подобие веб-сайта, где все достаточно неплохо. Ну что же, вот такой гигантский урок у нас получился. Надеюсь, за этот урок вы поняли, как примерно функционирует Django. Как вы можете заметить, Django это не что-то супер страшное, это вполне возможная вещь, то есть можно писать на Django, это не будет столь проблематичным. Конечно же, за одно видео охватить возможности Django, это просто нереально. Там есть и функционал по созданию регистрации, и функционал по созданию авторизации, и по созданию комментариев. И куча-куча-куча есть моментов, которые, конечно же, в одном видео, ну, просто невозможно рассмотреть. Я же хотел вам просто показать то, что Django, это, ну, несложно, это вполне хороший фреймворк, доброжелательный фреймворк, на котором можно писать сайты, и причем начать писать сайты можно уже вот прям сегодня, даже вот сейчас мы с вами создали вполне хороший веб-сайт. Да, это, конечно, простой веб-сайт, но все же он был написан не за столь большой промежуток времени и обладает необходимым функционалом. У меня же на этом все, я надеюсь, вам видео понравилось. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в социальные сети. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!